Медиа-группа «Авангард» представляет Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, SOC Forum Online продолжается. Вы на секции, посвященной людям и процессам. С вами я, Александр Кузнецов, руководитель ключевых проектов в JSOC. И мы продолжаем самое интересное. Будем ждать ваши вопросы в чате. Безусловно, появлению или изменению любого процесса предшествует чья-то инициатива. И вот как раз об опыте такой международной инициативы расскажет Тимур Зинятуллин, компания «Ангара». Тимур, вам слово. Здравствуйте, товарищи, защитники, собратья по оружию. Под оружием я, естественно, имею в виду различные инструменты, которые мы с вами используем в нашей повседневной профессиональной деятельности. В течение ближайших 15 минут я постараюсь рассказать вам об уникальной открытой международной инициативе специалистов по компьютерной кибербезопасности и о практике ее применения. Для начала представлюсь еще раз. Меня зовут Зинятуллин Тимур. Я директор Центра киберустойчивости группы компании «Ангара». Являюсь контрибьютором ряда опенсорсных проектов и в том числе участником той самой инициативы, о которой сегодня пойдет речь. Коротко она называется «ОСЦД». По традиции небольшое содержание того, о чем будет вестись речь или диалог. Начну с краткого введения, потом пройдусь по базисам ОСЦД. Дальше расскажу про историю и результаты спринтов этой инициативы. Ну и в конце поделюсь немного практикой группы компании «Ангара». В качестве пролога я бы очень хотел обратить ваше внимание на то, о чем многие из нас в текучке или еще по иным причинам иногда могут забывать. А именно то, что мы с вами являемся, по сути, последней линией защиты, последней линией обороны, которая вступает в бой, по сути, тогда, когда все другие средства автоматизации уже не сработали. Они уже упустили угрозу, и мы вынуждены приступать к расследованию или реагированию на инциденты, противодействуя тем самым злоумышленникам. Это слово очень часто используется. Но на сегодняшний день это не просто преступники, которые нарушают уголовные кодексы большинства стран мира, но в том числе и убийцы. И вот здесь как раз на слайде представлена публикация портала ZDNet о том, как в этом году, к сожалению, была впервые задокументирована смерть человека, которая наступила в результате атаки класса Ransomware в одной из больниц города Дюссельдорф. И в очередной раз нужно задуматься о том уровне ответственности, который ложится на нас, когда мы выбираем информационную безопасность своим призванием, потому что на сегодняшний день мы защищаем не только информационные объекты, наши информационные инфраструктуры или активы, но и реальные жизни людей. А учитывая скорость и масштабы проникновения информационных технологий в современное общество, наша ответственность будет расти экспотенциально. И многие законно спросят, что же делать. Я считаю, что нужно делать то, что у нас получается лучше всего. Объединяться против общей угрозы. Многие из вас прекрасно знают, что большинство задач и проблем в нашей индустрии решить в одиночку практически невозможно. Иногда это сложно сделать даже в составе одной команды, и необходимо привлекать сообщество, необходимо привлекать стороннюю экспертизу к решению этих проблем. И это как раз одна из основных целей инициативы ОССИДИ. Это предоставить открытую, свободную платформу для общения и обмена опытом между специалистами любых уровней со всего мира с одной единственной целью – совместно прорабатывать и вырабатывать решения для общих задач в сфере информационной безопасности. При полном отсутствии каких-либо коммерческих целей или связей с коммерческими организациями. Никакая цель не может оправдывать средства, поэтому есть определенные принципы. Основной из них, что любой участник инициативы вправе конструктивно предлагать решение любой из обсуждаемых проблем. И из этого вытекает следующий основной принцип. Любой участник, по сути, и является организатором инициативы. И мы про это еще позднее поговорим. Вся работа в рамках инициативы происходит исключительно в рамках пул-реквестов к целевым проектам на GitHub. Любой участник инициативы вправе комментировать не только свои пул-реквесты, но и задачи других участников. И вся информация, которая необходима для участия в спринтах, она размещена на сайте инициативы. Ну, здесь еще подсвечено категорическое отсутствие чатов. Так вышло по результатам первого спринта, когда участники поняли, что их эффективность не настолько высока, как изначально ожидалось. Итак, поехали. Первый спринт, он произошел чуть более года назад. В нем участвовало 30 человек из 9 стран. Все они представлены на слайде. И результатами подобной совместной работы стало увеличение общего объема правил в репозитории Sigma на 40%. Для меня тогда, как для участника, подобный эффект совместной работы, подобной коллаборации был просто поразительным. После завершения первого спринта участники приступили к подготовке, длительной подготовке второго спринта. Именно, был создан бэклог с перечнем всех задач, с указанием плановых временных затрат, которые потребуются для решения той или иной задачи, так называемой ETC. Бэклог на двух языках. На основании этого бэклога были сформированы ищу к целевым репозиториям всех целевых проектов в рамках спринта на GitHub. В рамках ищу также были разбиты все необходимые подзадачи, была дана теоретическая часть, ссылки на исследования для решения этой задачи и даже в некоторых местах история предыдущих попыток решить ту или иную задачу. После этого участники разработали инструкции, обучающие материалы для всех инструментов, которые нужны для проработки тех или иных вопросов в рамках спринтов. Один из участников подготовил невероятно методическое обеспечение посредством перевода всей спецификации языка Sigma на русский язык. Сегодня это доступно как на ресурсе Хаббер, так и в виде полу-реквеста на самом GitHub. Также участники подготовили, точнее даже выполнили, наверное, превозмогли в чем-то, ремаппинг всех правил внутри репозитория Sigma в соответствии с новой классификацией MiterAttack с учетом сабтехник. После этого были подготовлены карты MiterAttack Navigator, которые отображали покрытие всех правил детектирования репозитория Sigma или тестов эмуляции угроз Atomic Red Team, причем в разбивке по операционным системам Windows, GNU, Linux, macOS. И только после всей этой подготовки наконец-то смог стартовать второй спринт. Второй спринт стартовал совсем недавно. Кто переведет эпоху тайм, поймет когда. Скуп целевых проектов спринта был увеличен в три раза. К Sigma добавился также опенсурсный проект платформы IRP-суар The Hive. И также добавился еще один проект, как раз открытый репозиторий тестов эмуляции угроз Atomic Red Team. Как это происходило? Я уже упоминал, все общение выполнялось в рамках пул-реквестов на GitHub, что как раз позволило реализовать одну из основных целей инициативы, которую я уже упоминал, а именно обеспечить свободное общение экспертов любых уровней из любых стран мира. Здесь в качестве примера приведена ситуация, в которой в рамках одного из ИШИО один из участников обратился за помощью к одному из ведущих экспертов нашей отрасли, Теймуру Хейрихобарову, и он, надо дать ему должное, не заставил себя ждать, присоединился к решению этой задачи, объяснил те наработки, которые он вкладывал в свое исследование и помог в решении этой задачи. И мне, как участнику инициативы, было безумно приятно видеть, как те цели, которые в него заложены, реализуются на практике. Помимо этого, хотелось бы отдельно отметить, как вообще в целом происходило общение участников не только с ведущими экспертами, но и между собой. Любые замечания, любые предложения по исправлениям всегда оформлялись именно в виде предложений. Не было никакой критики, не было никакой охоты за личным пиаром или продвижением личного бренда. Все участники инициативы были настроены исключительно на достижение наилучшего результата для сообщества. Что мне, как участнику не только инициативы, но и представителю сообщества, было опять-таки безумно приятно наблюдать то, с каким высоким уровнем профессионализма мы, как эксперты, можем общаться между собой во время решения даже очень сложных задач. В итоге, по количеству участников, второй спринт обогнал первый в два раза. К нам присоединились, к инициативе присоединился 61 участник из 15 стран. Это очень крутой результат. Какие еще результаты были достигнуты в рамках второго спринта? Общий процент правил в репозитории Sigma был увеличен на 33%. Это не так много, как в рамках первого. В процентах, но в количественном соотношении намного больше. И здесь также хочется отдельно отметить то, что впервые были разработаны правила под macOS, 27 штук. Помимо прочего, участники смогли разработать ряд тестов эмуляции угроз для репозитория Atomic Red Team и разработать респондеры и аналайзеры для open-source ARP-суар-платформы The Hive, из которых хотелось бы отдельно отметить респондер для Palo Alto NGFV, в котором группа компании Angara приняла, в разработке которого мы приняли активное участие. И он доступен вам сегодня абсолютно открыто и бесплатно. Вы можете скачать его с GitHub, использовать в своей инфраструктуре, применив на The Hive или на любой другой ARP-суар-платформе, которая у вас есть, просто проанализировав и скопировав исходный код, который также находится в открытом доступе. Как найти или как отследить все активности инициативы? Для этого достаточно четырех ссылок, они все есть на слайде. И что здесь особенно хотелось бы отметить, нет никаких необходимых условий включения или в состав инициативы, нет никаких регистраций, все без SMS. Просто следите за новостями, как только будет объявлен следующий спринт, выберите задачу из бэклога или предложите свою задачу, приступите к ее открытому решению, к открытому обсуждению ваших методов его решения, и в этот момент вы становитесь участником УСЦД. Это очень важно понимать. Вы и есть УСЦД, и все это возможно только благодаря участникам. Ну, чтобы было понятно, почему вообще я об этом рассказываю, наверное, надо поделиться вкладом, который был сделан группой компании «Ангар». А во все эти спринты, в рамках первого спринта мы разрабатывали правила Sigma для покрытия тестов эмуляции угроз Atomic Red Team, и также активно участвовали в разработке конвертера правил Sigma на Splunk, который тогда еще не ушел из России. В рамках второго спринта мы разработали правила детектирования для различных фреймворков обфускации команд для интерпретаторов PowerShell или CMD, ну и в том числе, вот как я уже упоминал, тот самый респондер для TheHive, для Palo Alto NGFV. Теперь немного о том, как вы можете это применить, потому что все работы инициативы, они не для презентации, они не для Twitter, они для вас. Набросайте пару векторов, которые вам интересны в вашей инфраструктуре. Возьмите часть тестов эмуляции из репозитория Atomic Red Team, которые будут генерить те или иные техники, или попросите своих пентестеров, если они у вас есть. Включите свои правила, которые нацелены на эти техники. Возможно, возьмите часть актуальных правил под эти техники из репозитория Sigma. Сделайте потом кросс-проверку, посмотрите, что вы задетектили, посмотрите, как вы будете реагировать, возьмите свои ранбуки, воспользуйтесь репозиторием React и делайте кросс-чек между ними. Самое главное, поделитесь этими результатами с сообществом. Неважно, хорошие они или плохие. Вы никогда не знаете, кому они помогут или кто может помочь вам. Подытожив весь рассказ об ОСЦД, и до того, как я перейду к практической части, единственное, что хочу добавить, еще раз большое спасибо всем участникам, которые дарят такой крутейший экспириенс. Мне, как участнику, на протяжении двух лет наблюдать за всем этим очень круто. И, как всегда, моя любимая фраза, если вы хотите что-то улучшить, пожалуйста, GitHub, мы открыты для всех, приходите, помогайте, развивайте инициативу и сообщество в целом. Теперь немного о том, как это делаем мы. Для начала, внутри подразделения Security Operation Center, это короткие, 1-2-недельные спринты с привлечением R-team, где мы выбираем набор техник, которые либо вообще не участвовали до этого в спринтах, либо давно в них не попадали. И самое важное, что мы не предупреждаем аналитиков первой и второй линии о том, что этот спринт будет происходить. Последний спринт, для последнего спринта был выбран следующий набор техник, они не являются новыми, это как раз те техники, покрытие которых мы давно не проверяли. Цели R-team были наш любимый NTDS-DID, понятный DC-Sync, и по возможности DC-Shadow. Цели SOC, я думаю, всем понятны, это проверка корректности детектов, правил реагирования, ну, и в целом ранбуков, которыми пользуются аналитики. Результаты, это всегда совместная работа над ошибками, Red Team и Blue Team. Мы садимся и сравниваем райтапы друг друга, объясняя другу, почему мы здесь задетектили, а здесь не увидели, и это полезно обоим сторонам. После этого формируется отчет, формируется список задач, и подготавливается план, когда эти задачи и кем будут выполняться. Результаты последнего спринта, которыми не хотелось делиться, но надо быть честным. На припроде мы обнаружили, что у нас керберостинг, аудит керберса включен только в аудит фейлер. Кто знаком с кодом ошибки, поймет о чем я. Одна из сервисных учетных записей не была изменена в полном объеме, который мы советовали IT. Ну, и, естественно, были сформированы задачи на доработку некоторых правил, в том числе на создание нескольких новых. Как только закончится работа над тем, что было достигнуто на последнем спринте, мы незамедлительно приступаем к формированию следующего спринта, используя тот самый цикл PDCA и ЛИПДАР, столь важный во многих направлениях информационной безопасности. Наше интеграторское подразделение внутри центра киберустойчивости работает по похожей схеме, но реже привлекает с РЭТИМ. Они действуют как раз согласно тем советам, которые я давал вам, как вы можете применить это на практике. Они берут тест-стимуляцию угроз, берут свои правила, берут правила из открытых репозиториев, выполняют всю эту процедуру и делятся результатами сообществом. Мое почтение за ваше внимание. Большое спасибо. Вопросы? Тимур, супер, отличный доклад, большое спасибо. Во-первых, всех бы хотел попросить поддержать данную инициативу. Есть вопросы с чата, предлагаю начать с них. Соответственно, сколько времени примерно в неделю уходит на среднюю активность, люди хотят понимать, надо быть фанатом с кучей свободного времени или несколько минут и уже профит и профит для всех. Вот это большая фишка того бэклога, который составили участники, где для каждой задачи напротив нее написано, какое количество времени примерно вы потратите на нее, обладая определенным набором скиллов. И можно подобрать участие в инициативе так, что вы потратите час или два, а может быть неделю и две. То есть все зависит от того, какое количество свободного времени вы располагаете. Никаких требований по минимальному времени нету. Приходите, тратите столько времени, сколько можете себе позволить. Мы будем рады. Отлично. Вопрос провокация. Если все делает комьюнити, зачем интеграторы? Интеграторы за тем, чтобы как раз делиться той накопленной экспертизой, которая внутри него есть. Потому что если вы возьмете любой опенсорсный продукт и поставите его из коробки, это касается и правил, тестов, эмуляции, угрозы. Все вы прекрасно знаете, вот так они не заработают. И зачастую в заказчиках не хватает ресурсов на их адаптацию, потому что есть огромное количество других задач, и это вообще очень сложная работа. Именно в этот момент приходит интегратор и помогает наладить финальный тюнинг того контента, который вы получили из опенсорс-проекта. Отлично. Интересный вопрос. А участвуют ли участники комьюнити в нормотворчестве, в профильных комитетах и в вопросах регулирования? Мне кажется, это вам уже так прям полномочия раздает. У нас, как с первым правилом бойцовского клуба, никто не говорит о бойцовском клубе. Мы просто эксперты, сотрудники, общаемся с друг другом по учеткам на гитхабе. Никто не смотрит на должности. И по сути, у меня как у участника инициатива никогда не спрашивала, кто это, или руководитель, или директор. Если ты делаешь честный, открытый вклад в развитие сообщества, ну, круто, молодец. А кто ты? Да, это классическая схема комьюнити, она немножко другие цедли и форматы. Хороший вопрос по входному уровню знаний, или коллеги тоже, анализируя бэклог, смогут это понять по силам, не по силам? Это уже не к бэклог, это вот к обучающим материалам, которые подготовили участники спринтов. Там написан минимально необходимый набор знаний для всех инструментов, которые вам потребуются. Пройдясь по нему, вы можете полностью подготовиться к участию в спринтах. Более того, как я подмечал, любые задачи вы можете призвать на помощь любых участников инициативы, и они всегда помогут. Хотя это нигде не регламентировано, и никто никого не обязывает. Но вот я как участник на протяжении двух спринтов постоянно поражался, когда же суперопытные эксперты, очень занятые люди, отвлекались от всего и приходили в спринт, и советовали новичкам, как лучше сделать, и это бесценный опыт. Круто. И, наверное, последний вопрос от меня. А можно ли считать, что заказчики компании Ангары уже автоматически внесли вклад в работу в сообщество или нет? Нет, потому что вклад в работу в сообщество может нести только тот, кто придет и вместе со всеми будет бороться и решать общие задачи в области информационной безопасности. Никого косвенного или пассивного участия не предполагается. Тимур, огромное спасибо. Спасибо вам. Коллеги, мы продолжаем. Крайне интересная инициатива. Я думаю, что она изменит работу многих соков. Вообще, соков не становится меньше и как раз о том, как их создавать больше разных, расскажет Алексей Мальнев из компании Инфосистемы Jet. Алексей, вам слово. День добрый, коллеги. И спасибо, кстати, предыдущему спикеру Тимуру. Мы также участвуем в этом сообществе OECD. Действительно, это является таким ценным начинанием, которым может похвастаться наш российский рынок и не только российский. Я сегодня расскажу про то, как Jet, методично развиваясь и эволюционно повышая свой уровень осознанности в области Security Operational Центров, методично повышала свои знания в области строительства сок, умения, навыков в этой области. И первые годы мы сначала потренировались на себе, потом мы стали строить такие единичные центры мониторинга для наших заказчиков, потом стали делать это все чаще и чаще. Параллельно построили наш центр мониторинга и реагирования на инциденты JetSirt, стали часть наших клиентов подключать к нему, ну и фактически сейчас вышли на такой промышленный масштаб. И, как нам кажется, это может быть интересно не в силу даже, и не только в силу своего масштаба, но и той специфики, особенности нашей инфраструктуры, которая у нас в итоге получилась. А получилась она достаточно такая гетерогенная, распределенная, на разных СИЭМах. Я думаю, что в целом это может быть интересно тем, перед кем стоит задача построить крупные коммерческие и даже внутри холдинговые соки. И вот частью наших наработок я сегодня вкратце попытаюсь поделиться. Ну, классическая ситуация, мы строим сок, понятно, мы много лет уже это обсуждаем, дело не такое тривиальное, как может показаться на первый взгляд, особенно если это все должно быть тесно связано с бизнесом, но перед нами стояла еще задача сделать его коммерческим. И когда мы говорим о коммерческих соках, тут сразу добавляется и юридическая сторона дела, и появляются интеграционные сложности дополнительные, ну и вообще любая ошибка, совершенная на старте такой затеи, она может потом при большом масштабировании привести к большим проблемам. Еще у нас дополнительная сложность была в том, что многие наши соки получались как бы гибридными on-premise, то есть на стороне заказчика. Это в принципе понятно добавляет какие-то дополнительные сложности, опять-таки интеграционные, либо дополнительные сложности в области необходимости работать на стороне, на процессах заказчика. Плюс все разнообразие СМ-ов, которые есть на российском рынке, и даже те СМ-ы, которые на российском рынке уже не присутствуют, мы также должны были подключить. То есть очень большое количество систем, плюс изначально концептуально у нас была задача обеспечить техническое, инженерное реагирование, управление уязвимостями, аналитика разного рода, такая как киберкриминалистика, асинт, киберразведка, поддержка средств защиты информации на инфраструктуре заказчика. То есть, как можно понять, задача была мегаамбициозная, и в итоге сейчас мы пришли к тому, что у нас порядка 30% наших клиентов подключены к нам по облаку, ну и где-то две трети, порядка 60-70% подключены в формате on-premise, причем, как я сказал, все разнообразие систем, которые в принципе есть на рынке, у нас как бы в настоящий момент присутствует. и я думаю, отсюда уже очевидно те сложности, которые здесь возникают. То есть, по сути, если говорить совсем простыми словами, мы должны обеспечить в едином таком качестве, в едином SLA такой продукт, который для всех будет абсолютно идентичен, и причем реализовать это нужно сделать, реализовывать это нужно не большими командами, на каждого заказчика, естественно, это должен быть единая команда, чтобы вот сортинг вообще имел как бы здесь смысл. И много сложностей здесь, конечно, можно перечислять, о каждой, наверное, можно там не один доклад рассказать, но если вкратце, это сложность с реагированием, с реализацией, точнее, извиняюсь, задач интеграции, это сложности, связанные с детектированием инцидентов, это большая база знаний, которые необходимо поддерживать, и если мы говорим о мультисиемной инфраструктуре, то это прям становится категорически сложно. это сложности в так называемом workflow, мы его называем конвейером по обработке инцидентов, который, по сути, для специалистов должен выступать как такая единая конвейерная линия для всех вообще типов заказчиков, для всех инфраструктур, которые мы подключаем. Ну и, естественно, вопросы сложности и, опять-таки, работы на процессах заказчика. Я сконцентрируюсь на трех основных вещах, которые здесь, на мой взгляд, наиболее приоритетны, чтобы вообще вот эта затея могла иметь какой-то смысл и вообще имела шанс на реализацию. То есть, первое, это, естественно, команда, специализированная команда строителей СОКа. Второе, это специализированный подход к формированию базы знаний для того, чтобы можно было покрыть такую гетерогенную среду. Ну и третье, это специализированный тот самый конвейер по обработке инцидентов, который мог эффективно работать на этой гетерогенной среде. Ну, тут можно не, как говорится, далеко не ходить и не лукавить. Если нету ресурсов больших, то самостоятельно решить такую задачу в принципе невозможно. Вот JET является, как известно, одним из крупнейших интеграторов и команда у нас достаточно большая, более 250 человек. Поэтому свою команду, которая занимается строительством СОКа, мы набирали из этого большого количества специалистов. И в текущий момент, это, конечно, очень схематично упрощенное ее изображение, она представлена направлением консалтинга, где работают специализированные специалисты, методологи по СОКу. Это команда интеграционная, проектная, это менеджеры проектов с опытом строительства СОКов, это архитекторы СОКов, это, естественно, сервисные направления. У нас есть важнейшая роль, это инцидент-менеджер, человек отвечает за качественную техническую реализацию как раз в workflow. Главный аналитик, аналитики, специалисты по разным, как раз инженеры по разным СИЭМ-системам, ну и команда Red Team, который участвует на этапе ресерча и на этапе проверки периодической актуальности нашей базы знаний. И как раз здесь я перехожу к нашей базы знаний и на ней как раз попытаюсь показать, как мы специализировали вот эту команду и разделили зоны ответственности, фактически реализовали разделение труда и специализации в рамках строительства вот этих СОКов. Первое, что нам стало очевидно, что невозможно эту задачу решить в лоб, если мы будем просто по каждому типу СИЭМов, например, создавать какую-то отдельную базу знаний и ее развивать. Какие бы ни были ресурсы, просто уткнемся в то, что погрузимся, в какие-то направления заткнемся и все это будет не системно, хаотично и так далее. То есть нужна какая-то логическая структура, которая позволила очень равномерно и эффективно эту базу знаний распределять по уже конкретным СОКам уже в рамках on-premise инсталляции. Соответственно, мы реализовали глобальную репозиторию, мы использовали GitLab и язык Markdown, где создаются основные сущности и у значительного количества команды, я дальше покажу, как очень большая часть их ресурсов, не менее 25% у ряда людей фактически посвящена в том, чтобы методично и постоянно, перманентно наполнять эту базу знаний собственно вот этими сущностями. И естественно, уже когда мы говорим о каких-то кастомер и уже проектных репозиториях, то ответственный главный аналитик уже берет фактически черпает как из колодца большую часть базы знаний именно из-за эталонной базы знаний. Это позволяет фактически существенно сэкономить время, но это как бы не единственный момент. Второй момент, что нам стало сразу очевидно, что если мы будем отталкиваться от сущности как корреляционное правило в рамках создания вот этой модели знаний, скорее всего, опять-таки, мы просто уткнемся в то, что будет совершенно неоднородная, неравномерная реализация развития процесса. И соответственно, нам стало очевидно, что нужен некая сущность, которая будет более верхнеуровневая, чем корреляционное правило, в которой будет понятное представление. Она может реализоваться на любой СИМ-системе, причем реализовать уже корреляционное правило любой инженер сможет, квалифицированный, имея вот эту информацию. Должна быть гибкая. И, собственно, мы пришли к понятию сценарной логики. Сценарий, мы здесь, кстати, не говорим, что мы здесь уникальны, но к этому мы пришли точно самостоятельно. Возможно, кто-то такими уже наработками пользуется. Нам показались очень удачными. Соответственно, сценарий – это некое описание нежелательной вредоносной активности и описание условий, при которых эта вредоносная активность может быть реализована. Вот пример, например, карточки сценария. То есть он, понятно, протегирован по многим параметрам. Там идентификатор, этап киллчейна, техники, используемые, системы, которые находятся под эффектом и так далее. И, соответственно, дальше идет логика срабатывания. Здесь идет описание логики и описание условий. В описании условий уже может быть некий, например, регулярные выражения, сигнатуры, и все зависит от конкретного условия. И уже здесь мы к этим условиям в рамках уже блока с корреляционными правилами маппим конкретные корреляционные правила. Дальше, опять-таки, я покажу сам процесс, как это выглядит. И по факту, если есть у нас один сценарий, то и несколько условий, то для разных СЕМов количество корреляционных правил может быть естественно разным, поскольку возможности у разных СЕМов серьезно различаются. То есть где-то, например, три условия, три правила, три условия, два правила и так далее. Но в среднем у нас на один сценарий получается где-то от четырех до семи корреляционных правил. Ну и дальше инцидент менеджера также совместно с аналитиками, инженерами уже создает соответствующие инструкции. Опять-то это все мапится в сторону к этому сценарию. Соответственно, что мы здесь добились? Мы фактически верхнеуровни процесса ресерча положили на плечи аналитиков, методологов и тем, кто занимается ресерчем. И дальше уже чем ниже фактически спускается, тем менее уже такой исследовательский процесс и более операционный. Соответственно, уже корреляционные правила в перманентном у нас потоке пишут ответственные инженеры, сервисные и интеграционные, наполняя базы знаний. Они уже не фактически фокусируются только на карточке сценария. И по таск-менеджмент системе мы используем жиру, мы уже фактически даем просто задачи на формирование нашей базы знаний. Получается примерно такая логика, то есть у нас есть три группы сценариев, это internal external threats по угрозам, это policy violations, нарушение политик безопасности, и customer specific сценарии. Девять категорий, фактически девять групп, более 50 сценарий, и на каждую вот эту группу 50 сценарий примерно идет от 180 до 220 плюс-минус корреляционных правил по каждому CM. Это очень на самом деле объемная тема, мы отдельно про нее рассказывали на вебинаре, который рассказывал Дмитрий Лифанов, наш эксперт в этом году, в открытом доступе, если кому-то будет интересно, можете посмотреть, там нас, по-моему, часа два с половиной не отпускали с вопросами. Второй очень важный момент это строительство workflow, того самого конвейера, о котором я говорил, на самом деле это даже самый главный момент, то есть когда мы говорим о детекте и методике и базе знаний мы говорим о неком качестве продукта и том наполнении интеллектуальном, которое в нем присутствует, когда мы говорим о workflow, мы говорим о том самом конвейере, на котором это производство вообще реализовано. Нам сразу стало понятно, что мы не имеем вообще права здесь ошибиться, потому что столько CM-ов и как бы мы не можем под каждую команду, под каждого заказчика выделить отдельную команду. Соответственно, как мы стали поступать? Мы сделали такую карту собственно процессов, здесь как бы просто небольшая его часть, как пример, дальше начали декомпозировать его на разных уровнях, уже дойдя под процессы, под процессы, классификация инцидентов и непосредственно действие, на которое заканчивается каждый из этих веток. И начался, можно сказать, самый сложный этап, это формирование вот этих связей, и мы здесь уже подключали вендоров и не успокаивались до тех пор, пока каждый из этих веток фактически не будет реализован на любом CM-е, причем фактически они должны быть максимально релевантны по результатам. В итоге нам удалось сделать такой большой набор из 150 поддеревьев, которые формируют под каждого кастомера большой набор, такое большое дерево из всех сценариев реагирования. Это все имплементировано в нашей системе управления инцидентами, здесь, конечно, большое значение, опять-таки, подчеркну, имел наш технологический партнер Revision, который помогал это все выстраивать. В итоге нам удалось где-то релевантность вот этих деревьев по сценарию реагирования где-то сделать на 90-95% для любого заказчика. На каком CM-е он бы не находился, что это значит, что оператор, аналитик, который непосредственно работает в системе, он видит фактически единую логику, единую классификацию, единые кнопочки, может быть, за небольшим, скажем так, различием, частью элементов обогащения инцидента и так далее. Но опять-таки, более подробно я об этом рассказывал уже в соответствующем вебинаре, можете в открытом доступе это тоже найти. И к чему мы, собственно, пришли в итоге? Ну, помимо того, что за последний период мы построили достаточно много соков, фактически с большей частью промышленных отраслей российской экономики, самый главный результат, что нам получилось это сделать не через какого-то Франкенштейна, который там совершенно немасштабируемый и неуправляемый. Самый большой результат, как мы считаем, это схема, которая позволяет это достаточно гладко и равномерно расширять, масштабировать, планомерно увеличивая ресурсами. И, коллеги, если кому-то будет интересно вот эти наработки, обращайтесь к нам, ко мне лично, будем рады помочь. Спасибо. Алексей, большое спасибо. Очень интересно. И с точки зрения методичного, методологического подхода к управлению сценарием, юзкейсом, я считаю, это классный кейс. У нас есть несколько вопросов, наверное, в хронологическом порядке. Сколько времени требуется, а, проводилось согласование ОРД с регуляторами, ну, видимо, если строится сок для заказчика, и если такая необходимость возникает. Да, но эту часть соков действительно требовалось соответствующие согласования, это как раз наши методологи, о которых я говорил, они делали в параллельном формате. Это задача нашего консалтингового блока. Окей. А если сравнивать построение для коммерческого сектора и для госсектора, есть ли отличия? Ну, если мы говорим о каких-то очень мощных холдингах, как я говорил, понятно, там есть изначально серьезные требования к центрам мониторинга, и есть SLA. SLA это не прерогатива только коммерческих соков, это понятно. Разница в том, что, наверное, только в юридических аспектах. При этом важный момент, что многие сейчас холдинговые соки по сути являются тоже коммерческими, только в рамках одного холдинга. Группы компаний. Да. Абсолютно верно. Вопрос именно по автору, скажем так, сценариев. Это человек-оркестр или команда, и если это команда, то какова ее численность? Да, у нас идея принадлежит нашему главному аналитику Михаилу Ларину, а дальше это у нас, естественно, вся цепочка уже была распространена, и сейчас все являются идеологами, наверное, вся команда наша, о которой я говорил. Впитала, да? Да, впитала, и фактически для нас сейчас вот эта сценарная модель, это, можно сказать, такая святая святых. То есть она очень строго регламентирована, вся эта схема, да, и доступ, и вообще процесс ресерча. У нас там порядка десяти регламентов, которые определяют так либо иначе воздействие. Есть там регламенты повышения осведомленности, в том числе мы, кстати, вот в ресерче используем, опять-таки, OECD, вот эти наработки, где мы тоже участвуем, вот то, что Тимур рассказывал на прошлом наступлении. Все это достаточно, да, такой комплексный у нас процесс. И сколько времени заняло, скажем так, от идеи, да, вот MVP, да, чтобы эту тематику запустить, она полетела? Ну, где-то около двух лет. Два года, да? Кучу грабель, кучу у нас было, миллионы, наверное, брейнштормов, там, конечно, много мы ошибались, делали, то есть, ну, в итоге, как бы, удалось. И первое, конечно, было всплеск, как бы, сложности, когда мы это только формировали, то есть, была большая нагрузка в момент формирования этой базы знаний. Сейчас, конечно, уже, после того, как процесс отточен, уже гораздо... Разогнались, да, и порез. Ясно. Алексей, огромное спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам также. Методология всегда играет важную роль, и, соответственно, опыт коллег крайне интересен, и я рекомендую к нему внимательнее присмотреться. Если говорить о процессах обнаружения реагирования, то за последние несколько лет акцент классически сместился в сторону реагирования, так как почти за 10 лет с обнаружением мы вроде бы разобрались. И здесь возникает вопрос необходимости автоматизации этих процессов. Соответственно, Алексей Лобзин из InnoStage расскажет об их опыте с использованием продукции CyberArk. Алексей, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума SoC Life. Меня зовут Алексей Лобзин, я представляю группу компаний InnoStage, в которой отвечаю за сервисы киберзащиты и SoC Center, где мы работаем под брендом CyberArt. В своем выступлении я хочу рассказать о нашей практике выстраивания процессов в SoC, а именно остановиться на таком явлении, как аларм-фатик или алерт-фатик, то есть усталость аналитиков от оповещений. Ну, во-первых, начнем с того, что работа аналитиков в SoC требует очень высокой концентрации. В ситуации, когда против тебя киберпреступники всего мира, а за твоей спиной информационная инфраструктура компаний, работающих в ключевых отраслях российской экономики, цена ошибки очень велика. При этом поток событий, которые сыпятся на аналитиков SoC центров, он большой и постоянно растет. Эти угрозы сыпятся из трех источников. Первое – это непосредственно системы мониторинга, такие как CM, EDAR, IDS и различные другие. Второе – это оповещения непосредственно от клиентов, от пользователей. И третье – это сообщения о неработоспособности инфраструктуры. Поток действительно огромен. тот, кто сказал, что чем больше, тем лучше, явно не имел в виду свои обязанности, которых на рабочем месте выше крыши. Вообще и в реальной жизни всех раздражают постоянно всплывающие окна и различные сообщения, красные огонечки, которые горят на наших чатах, в телефоне или на рабочем столе и которые борются за внимание как в личном плане, так и в профессиональной сфере. Вообще термин «Алерт-фатик» был выделен для медицинских учреждений в США. По сериалу, наверное, вы знаете, что постоянно ходят с пейджерами медицинские сотрудники. Кроме этого, им приходит куча оповещений от различных других медицинских систем. Часть из этих сообщений можно безболезненно игнорировать, а часть от части сообщений зависит непосредственно жизнь конкретного пациента. Эти же проблемы характерны и для современных специалистов в области информационной безопасности. Такой же огромный поток событий, такая же высокая критичность правильного расставления приоритетов и своевременного реагирования на них. мы понимаем, что цифровизация на сегодняшний день проникла во все без исключения сферы хозяйственной деятельности, и поэтому сейчас не только какие-то сайты или веб-ресурсы компаний подключены к сети интернет, а подключены как финансовые, так и медицинские учреждения, системы, которые управляют жизненным циклом и инфраструктурой, поэтому риски высоки и нагрузка на аналитиков она огромная. Задача в этом случае сделать процесс и поток оповещений на аналитиков управляемым. Что этому мешает? Интересное исследование было проведено компанией Farai Incorporated, более 52% всех подозрений на инциденты они фолз-позитивные и 64% они избыточные. То есть более половины работы, которая проделывается специалистами СОКа, она бесполезна и не отнимает только силы и время и не имеет никакого отношения к реальной информационной безопасности. Казалось бы, уберите фолз-позитивные избыточные сообщения и в два раза снизится время аналитиков на нормальную работу. Либо наймите больше аналитиков. Ну, давайте разберемся. То есть для любого человека, который хотя бы имеет малейшее отношение к информационной безопасности, понятно, что настроить систему, чтобы она не генерировала фолзы, полностью невозможно. А говоря о найме дополнительных специалистов в области информационной безопасности, надо отметить, что это не проблема, это вообще общемировая проблема на сегодняшний день по разным оценкам от полтора до двух миллионов вакансий существует, которые не заполнены в сфере информационной безопасности, и это количество растет. То есть мы имеем растущий поток событий, и мы имеем растущее количество вакансий в сфере информационной безопасности. люди, склонные к панике, могут сделать вывод, что идет глобальная угроза национальной и глобальной кибербезопасности. Но мы более практически подходим к этим вопросам. Давайте разберемся, что с этим можно сделать. Для начала еще приведу результаты одного исследования. Fidelis Cyber Security заказала отчет состояния SOC, в который опросила 50 компаний, работающих в сфере информационной безопасности, и спросила, сколько инцидентов может расследовать аналитик SOC. Здесь и далее давайте определимся с определениями под расследованиями инцидентов. Я буду понимать, реакцию и аналитику на предупреждение от информационных систем, а не полноценное расследование произошедших инцидентов. Так вот, более половины, 60% ответили, что это 7-8 расследований за один день, которые компетентный сотрудник в области информационной безопасности способен произвести в сутки. 30% сказала, что это от 5 до 6 расследований и только 10% сказала 8-10. Но все без исключения сошлись во мнении, что более 10 предупреждений отработать и проанализировать качественно сотрудник не может. Что происходит? Здесь на помощь приходят психологи, они говорят, что в состоянии усталости специалисты СОКО начинают искать для себя минимально возможную причину для того, чтобы отложить в сторону этот инцидент, закрыть его по той или иной причине и не уходить в глубокое расследование. Понятно, что такая ситуация чревата большими проблемами для организации, которая защищает этот сотрудник. Мы подошли к этой проблеме, наверное, как и многие СОК-центры. Я хочу поделиться нашим опытом, не думаю, что я открою какие-то новые инструменты. Моя задача рассказать, как рассказал Алексей, про те грабли, на которые мы наступили, чтобы на них не наступили вы. Какие инструменты для этого есть? Первая корреляция. Понятно, что работа и анализ атомарных событий это зло. Это огромное количество оповещений, которое в первую очередь создает ту самую напряженность для аналитиков. Для этого есть инструменты корреляции, которые сравнивают события и по определенным признакам выдают в сторону аналитиков предупреждения, обогащенные конкретной контекстной информацией, понятной для аналитиков. В чем наши грабли? Вначале мы писали большие долгие правила, чего оказалось сделать нельзя. Нельзя это оказалось сделать по двум причинам. Если большая цепочка событий, которая должна отработать перед тем, как аналитику придет предупреждение, это означает, что по матрице майтера злоумышленник уже глубоко проник в вашу инфраструктуру, он сидит глубоко, находится на последнем шаге для реализации кибер угрозы. Вторая причина вся цепочка может не сработать, на предпоследнем шаге злоумышленник пойдет по другому сценарию и правило просто не сработает, это опять-таки чревато дополнительными угрозами. Второй инструмент касается агрегации, под агрегацией идея агрегации заключается в том, что существуют события, которые происходя однократно не несут в себе никакой дополнительной угрозы, то есть речь идет, например, о неправильном вводе пароля или сканировании конкретного хоста, при этом повторяясь несколько раз в короткий промежуток времени, они могут свидетельствовать о попытке реализации конкретной атаки. Для этого существует правило агрегации, значит, агрегация правил, которая вместо освобождает аналитика от одинарных событий и вместо кучи оповещений о сосредств защиты выдает ему одинарное событие. Проблема в агрегации, с которой столкнулись мы, это выставление порога, с которого начинает генерироваться предупреждение в сторону аналитика. Здесь нужно очень четко знать инфраструктуру заказчика, чтобы атака не прошла незамеченной. Следующий инструмент это белые списки. Основывается на том, что в точных правилах, понятных, всегда бывают легитимные исключения. Брать тот же пример сканирования, значит, правило, которое выявляет сканирование периметра, не должно срабатывать в случае, если оно происходит с IP-адресов, с которых работают средства заказчика с точно таким же функционалом. Говоря про белые списки, для себя мы выделили два принципа. Первый это простота и минимальная достаточность информации для их формирования, то есть трудоемкость ведения и обновления белых списков не должна превышать трудоемкость реагирования на исключения. и второй это ограничение доступа некомпетентных сотрудников и сохранение всех изменений, которые вносятся в этот инструмент. Здесь, я думаю, дополнительно комментировать ничего не нужно. Приоритизация очень важна, когда в моменте в конкретном аналитик сталкивается с большим количеством оповещений и ему нужно принять решение с чего начать. Эту задачу упрощает приоритизация. Строится она в основном на сценариях мониторинга, которые в зависимости от сценария сами придают инциденту либо высокий, либо статус критичности, либо невысокий. Но здесь дополнительно необходимо проводить инвентаризацию для того, чтобы определять хосты критичные для заказчика, через которые может быть реализован бизнес-риск и формировать дополнительный повышающий коэффициент к тому, который был определен сценариями мониторинга. Но опять-таки из опыта приоритизация не равно фильтрации. То есть даже те правила, которые были отложены, пока те сработки не критичны, они все равно должны быть отработаны, когда будут отработаны наиболее критичные. Воркфлоу, о котором говорил предыдущий спикер или правильно выстроенные рабочие процессы, все соки говорят о том, что аналитики, операторы должны работать по четко выстроенной системе процессов. Мы полностью подписываемся под этими тезисами касаемо работы первой линии. Если говорить о работе второй линии аналитиков, то здесь границы немного становятся более размытыми. Для чего мы это делаем? Мы это делаем сознательно, чтобы не загнать аналитиков в ловушку, когда им приходится определенную атаку, с которой они не могут сразу разобраться, загнать в какой-то из существующих шаблонов, тем самым допустив ошибку. Для первой линии также у нас действует правило, что если однозначно нельзя определить, куда отнести инцидент, то они поднимают вопрос на уровень выше. Следующий инструмент это оркестрация, то есть автоматизация всего, что только можно. Делается это для упрощения работы аналитиков, чтобы аналитики работали действительно над анализом тех предупреждений, которые к ним приходят, а работу по сбору событий, обогащению инцидентов контекстом и реализации каких-то типовых действий выполнял инструменты оркестрации. Что здесь хочется заметить по своему опыту, эти инструменты должны иметь возможность обязательно присылать в виде отчета результат своей сработки, так как инфраструктура заказчиков не статична, постоянно меняется и в какой-то момент правило может не сработать. Обязательно должен быть отчет перепроверять, как работают твои инструменты. Киберразведка здесь все, наверное, понятно. Чем она может помочь аналитикам? Разведчики, возвращаясь со стороны врага, приносят с собой элементы вредоносных хэшей, плохие IP-адреса или домены, которые заливаются в базу средств защиты, если они до этого были неизвестны, и с этого момента работать начинают средства защиты. То есть идет проактивная работа, аналитик спокойно занимается своими делами. В случае, если в истории журналах где-то мы обнаружили подобные инциденты, опять-таки становится понятно, что с ними делать, к какому классу ВПО они относятся, куда бежать. Ну и завершает инструментарий, который мы применяли для упрощения работы аналитиков в визуализации информации об инцидентах. Действительно, людям не хватает дополнительной информации, искать ее приходится при анализе руками. Если нет современных инструментов в виде дашбортов, то у тебя будет открыто 10-15 окошек Сиема и РП, в которых ты будешь разбираться. Другое дело, если особенно аналитикам второго уровня и выше второй линии будет представлен инструмент, который позволит увидеть те правила, которые сработали, информацию о хосте, критичности, сетевой связанности и так далее. Все на одном дашборде, благо сейчас очень много соответствующих инструментов. Вместо вывода хочу сказать, что проблема действительно важная, количество событий и систем подключенных растет. Решать эти задачи можно, не прибегая к покупке дорогостоящих средств, но для этого необходимо знать инфраструктуру заказчика, критичность его системы, иметь прописанные процессы и инструменты визуализации. Как обычно, серебряной пули на все случаи жизни нет, но я думаю, что тот опыт, которым мы поделились, будет для вас полезен. Я на это надеюсь. Спасибо большое. Алексей, большое спасибо. Такая близкая к процессной классика. Есть несколько вопросов от наших коллег, соответственно, в разрезе, наверное, первичного персонала. Могут ли аналитики бигдата быть полезны в области обеспечения и б? Я думаю, что однозначно да. Структура, например, я буду отвечать применительно к нашей группе компаний. В нашей группе компаний есть отдельные отделы, с которыми мы по ситуации контактируем. Это более 700 специалистов в разных областях области информационной безопасности. и в том или ином случае мы обращаемся действительно к профессионалам по узким вопросам. И отдел, который занимается у нас бигдата, это, наверное, одни из тех ребят, с кем мы наиболее часто контактируем. Ясно. А, наверное, на примере тоже большой численности, когда, собственно, приходят условия увеличения численности работников сока, какие критерии вы в своей практике используете? Мы стараемся придерживаться и старались на протяжении всего этого времени придерживаться вот двух, наверное, принципов основных. Первый из них это обеспечение круглосуточной работы, то есть мониторинг должен быть круглосуточным, как обычно, все атаки начинаются в пятницу после обеда или ночью с субботы на воскресенье. Да, да, да. Значит, поэтому круглосуточность это первое, что должно быть обеспечено существующим количеством сотрудников. Но второе, это уже наш какой-то стандарт, то есть мы придерживаемся такого принципа, что аналитик именно второй линии на одного заказчика должен быть один. То есть мы работаем вовне, поэтому вот я опять применительно к себе. Конечно, конечно. Применительно к себе мы стараемся придерживаться вот такого принципа, да, то есть потому что работать и знать инфраструктуру конкретного заказчика, это не будем скрывать заказчики сегмента интерпрайз, то есть человек должен быть погружен в инфраструктуру и владеть там одновременно инфраструктурой большого количества для же нескольких заказчиков он не может физически. Вот поэтому надеюсь ответил. Понятно. И вопрос, собственно, а вы принимаете ли участие в построении соков для заказчиков? И если принимаете, то, например, сколько соков готовы построить за год? Ну, вот здесь, наверное, есть два подхода. Два подхода. Один подход продемонстрировал вот Алексей, да, который они умудряются поставить, ну, как мне кажется, там стоят на пороге какой-то, может быть, технологической, революции, где попытаются выстроить конвейер, да, как Генри Форд, в автомобилестроении, да, мы, наверное, остаемся, мы считаемся маленькой итальянской лабораторией, которая вытачивает детали, да, у каждой конкретной машины, ну, соответственно, заказчики просто не позволяют, наверное, какие-то выпускать большие серии, вот, поэтому для нас это штучные продукты, да, мы этим занимаемся, вот. Ну, я понял, это штучные вещи. И, соответственно, возвращаясь к количеству персонала, в вашем случае это величина эмпирическая, да, по подбору, или все-таки есть какие-то методики, которые там от потока, событий, потока инцидентов определяют, какой штат у вас будет сегодня, завтра? Нет, мы постоянно растем, то есть наш сок, вот, он развивается в соответствии с ростом как раз-таки количества заказчиков в отдельную группу в этом году, например, мы выделили Red Team, если до этого у нас там было два-три человека, кто занимался данным направлением, мы сейчас, скажем так, разделились на структурные единицы, понятно, что это центр, это первая линия дежурная смена, которая занимается именно круглосуточным мониторингом, это группа аналитиков, это группа Red Team, группа по поиску угроз, наши сервис-менеджеры, которые следят за отработкой своевременной в рамках SLA, в рамках заказчика, ну вот, мы сейчас разделились на такие единицы, то есть самодостаточные, на самом деле, которые вместе функционируют и в зависимости от увеличения того или иного потока заказов мы расширяем соответствующую структуру. Ясно. Еще вопрос появился по поводу времени, который занимает процесс по тюнингу правил, доведения их до определенного работоспособного состояния, может быть, с точки зрения процесса юз-кейсов, какие-то параметры раскроете временные, если статистика есть. Я бы ответил в том ключе, что любой сок-центр, он имеет определенную базу сценариев мониторинга, с которой приходит в заказчика, но, естественно, эту базу необходимо адаптировать. По времени адаптации внутри заказчика я не буду, наверное, приводить каких-то средних цифр, но, не знаю, из примера 10 правил только для заказчика под его системы, специально разработанных за полгода. Вот мы недавно только контрактовали такой кейс. кроме своей базы аналитики. Это кастомные вещи. Понятно. И применяете ли ловушки решения класса deception? Сейчас это новая популярная тема. Это очень популярная тема, которая нашей команде не хватило, наверное, или было ограничение на недавно прошедшем дастендоффе, в котором мы в экстренном порядке приняли участие. Мы тоже следим за новинками, очень любим играть с такими вещами. Жаль, что не удалось применить на последних играх. Все, Алексей, большое вам спасибо. Было очень интересно и под конец такой процессный методологический доклад. Спасибо. Уважаемые зрители, незаметно пролетели шесть докладов мы с вами коснулись вопросов, связанных с процессами, вопросов, касающихся персонала. Мы понимаем, что это основа сока, те инструменты, те средства автоматизации, которые коллеги будут использовать в своей работе, это вторично. Первичные всегда люди и та деятельность, которую они осуществляют. Поэтому в заключение я хотел бы сказать, проявляйте инициативу, именно ваша инициатива в рамках обсуждений, инициатива спикеров и всех остальных позволит нам двигать вопрос обеспечения информационной безопасности вперед. С вами был Александр Кузнецов, руководитель ключевых проектов JSOC. Через 20 минут будет тематика, посвященная соком в промышленности. Возвращайтесь, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok